Всем-всем огромный привет! Хочу сегодня показать пустые баночки от средств, которые закончились за май месяц. Ну или в мае месяце. Чуть-чуть совсем покажу бытовую химию. Я показываю бытовую химию ту, которую я покупаю либо в FixPrice, либо в Faberlic. Остальное выкидываю. Хочу обратить внимание на такой активный гель. Он универсальный, PEMOS. В нем 1300 мл. Большая, очень удобная бодейка. Мне понравился вот такой дозированный стаканчик. Входит в этот гель. Он голубого цвета. Очень мне понравилось стирать этим гелем. Хочу его порекомендовать. Единственное, что у меня ребенок-мальчик, подросток, 11-й год. Часто брючки, спортивные штанишки после прогулок настолько грязные приходят, где он только не упадет в них. И вот этот гель хорошо справляется даже с такими загрязнениями. Пятна, конечно, он не отстирает, если там жир, например. Тут надо уже другими средствами. Но постирать, если надо, даже такие достаточно грязненькие вещи, он справляется. Единственное, что я чуть-чуть прибавляю дозу. Правда, порой в два раза. Два колпачка лью. Но понравился. Еще один гель для стирки черных тканей с цветочным ароматом. Тоже он был куплен в фикс прайс. Пема стоил 99 рублей, а вот этот я не помню. Кажется, 50 или 55. Тут уже 1000 грамм. Тоже хорошо отстирывает все темные ткани. Но опять же, я злоупотребляю и лью его чуть больше, чем необходимо. Ну, вот у меня такая привычка. Это касается любых порошков, даже концентрированных и дорогих. Подходит для ручной и для машинной стирки, но не более 60 градусов. Ну, в принципе, черные вещи больше-то по градусам и не делают. Так, еще там кое-что у меня было. Не знаю, найду я или нет. Хотела сразу показать. А, вот, нашла. Хочется бытовую химию просто одновременно показать. Закончились вот такие два пробника. Это кондиционеры для белья. В принципе, они очень похожи между собой. Подходят для детского белья от 0+. И они один с ухаживающими добавками, а второй для чувствительной кожи. Для меня они были очень похожи между собой. Единственное, разные ароматы. Но когда выполаскиваешь эти кондиционеры, ароматов практически не остается. То есть, они хорошо освежают, чуть-чуть смягчают белье. И хорошо выполаскиваются из белья. Понравились. Большие я не брала. Вот, была как-то от акции Фаберлик, что можно было вот таких маленьких набрать. И я по этой акции и набрала. Ну, теперь давайте посмотрим, чем я мылась. Чистила свои перышки. Ну, и перышки своей семьи. В этом месяце я покрасила волосы очередной раз. К сожалению, надо краситься раз в месяц. Но у меня получается раза в два, а то и в три месяца. Очень много успевает отрастать волос. Но, вот, почему-то я ленюсь краситься чаще. Но это не важно. Краска эта для меня очень хорошая. L'Oreal Casting Cream Gloss. У меня в этот раз 603 оттенок молочный шоколад. Обычно я беру более темные краски. А сейчас хочу по мере роста волос их чуть-чуть осветлить. Кончики у меня более темные, а корни более светлые. Вот, сейчас они у меня примерно вот такого цвета. Потому что свои-то у меня темноватые. Хорошо краска закрашивает седину. У этой краски отличный просто бальзам для волос. Мне его хватает на всю длину, аж на три раза. И эта краска наносится на влажные волосы. Поэтому она очень экономная. Даже на длину до пояса. У меня, правда, не густые волосы. Но одной краски хватает. Мне она очень подходит. Могу рекомендовать. Но, хочу оговориться. Когда я показываю эту краску, в каждом ролике бывает один комментарий, но от людей, которым не подошла. Поэтому, в любом случае, такие вещи индивидуальны. Давайте пены покажу. Но вот эту пену я использовала, если честно, как жидкое мыло. И не потому, что у меня нет мыла. Мыла у меня много. Но тут аромат ландыша. Это от Эйвен. Хорошая пена. И как пена она пенится прекрасно. Чуть побольше польёшь, и можно домики строить из пены. Аромат настолько приятный, что когда ванны разносятся в виде пены, он очень слабый. А вот ручки помыть очень приятный. И только ради аромата, чтобы ландышем пахло, я использовала эту пену, как жидкое мыло. Очень хорошо, кстати, промывает руки. Приятный аромат. Он понравился, в общем. Ещё одна пена закончилась, которая уже ушла по назначению. Мне её присылал в подарок Саша, Александр Влог. Привет тебе, Саша, и огромное спасибо. С огромным удовольствием использовали. Я люблю аромат розы. А это средство пахло прямо розой. Оно было розового, такого сочно-розового цвета. Тут чуть-чуть вот стекает, но почти не видно. И, не знаю, у меня вот такой вот баночки, тут 250 мл, на 4 или 5 раз хватило. То есть вот. И хорошее пенообразование. То есть они обе от Эйвен, а работают одинаково. Дальше. Наверное, покажу уже шампуни. Закончилась у меня в этом месяце вот такая пара. Мне эту пару присылала Настюша Гиммельштейн. Настенька, большое тебе спасибо. Понравилось. У них единственное, что когда остаётся немного, вот этот дозатор уже не справляется. И чтобы использовать до конца, нужно либо переворачивать средство, либо чуть-чуть разбавить водой, чтобы доиспользовать. Иначе остаётся тут многовато. Перламутрового, зелёного цвета средство. Подходит для всех типов волос. Даёт объём, обещает и силу. И тут говорится, что это на основе мыльного ореха, органического масла, красного сандала и 9 высокогорных трав. Аромат травяной, приятный такой, природный. Понравился шампунь. После него голова не чесалась. Бывает такое привыкание, что начинает зудеть голова. Я пользовалась только им. Ничего не добавляла, пока использовала. Бывает тоже, опять же. Используешь, например, две линейки, чередуешь. Тут как вот начала и до конца. Бальзам, в отличие от шампуня, тоже зелёный, но уже более матового оттенка. Он достаточно густой. Сейчас покажу. Вот он какой. И его там остаётся по стенкам даже много. Поэтому тут тоже придётся, если хотите, доиспользовать, чтобы всё средство ушло чуть-чуть. Добавлять придётся воды, размешивать и доиспользовать. Всё промоет так же и прекрасно. Очень благодарна Настюше, что она меня познакомила с этими средствами. Очень-очень понравились. У моей мамы закончился очередной буквально флакон шампуня для жирных и склонных к жирности волос. Здоровый баланс. Этот с экстрактом клюквы от Фаберлик серия Биоарктик. Ну, тут видно, я правда читаю. Сейчас она им пользуется без бальзама. У неё стали очень жирниться волосы. Каждый день ей приходится мыть. И она им стала пользоваться даже без бальзама. Хорошо промывает. На сутки ей хватает чистоты. Ну, видимо, это организма какие-то проблемы. У неё много букет болячек разных. И, может быть, вот от этого жирнится. Ну, вот этот шампунь насколько может, настолько выручает её. Она ему преданна, постоянно берёт его. Когда заканчивается, берёт вновь. Я знаю, что девочки некоторые писали, что не подошёл такой шампунь. Но, когда мы списывались, оказывалось, что у них структура волоса плотная, пористая. То есть, таким, возможно, и не подходит. У мамы тонкий волос и склонный к жирности. Поэтому, вот для таких волос очень хорош. Так, что у нас ещё? Детский шампунь. У Максимки половина использована, половина перелита. Перелили мы... Это не шампунь, наверное. Это гель для душа, да. Или пена для ванны. Мы использовали как гель для душа. Я просто шампунь покажу ещё. Я не перепутала, просто не ту бутылочку взяла. Этот гель для душа тоже мы половину использовали, половину перелили в наших птичек. Пользуемся дальше. Присылала Викуля Оленева. Викуль, спасибо тебе большое. От Максимки. Аромат действительно грушевый, приятный, прекрасно пенится, хорошо промывается. У Эйвен эта серия идёт от трёх лет. Да, ну, у всех они идут от трёх. И действительно без слёз. Состав у него не очень хороший, но нам уже одиннадцатый год, то есть ребёнок пользуется с удовольствием и всё нравится. Из Тюмени от нашей феи Оленьки приезжал к Максимке вот такой шампунь. Это от Шамту детский шампунь для мальчиков. Аромат винограда. Вы знаете, мне настолько он понравился. Это, наверное, лучший аромат винограда, который я вдыхала. Как часто бывает, аромат винограда, он грешит тем, что пахнет вином. Вот виноград винный. Тут настоящий, сладкий, вкусный, вкусный виноград. Настолько приятный, даже какой-то конфетный, карамельный виноград. Тоже мы почти весь использовали. Осталось совсем чуть-чуть. Он такого приятного голубого цвета. Ну и остаточки мы перелили в птичку в нашу любимую, потому что Макс любит, чтобы всё было в птичках. 200 мл. Прекрасный шампунь. У кого есть детки, мне кажется, тут не только мальчикам, но и девочкам будет с огромным удовольствием и приятностью пользоваться. Гель для душа в этом месяце у меня закончился от Avon Senses. У него аромат шоколада и кокоса действительно сладкий такой, как будто кокосовым шоколадом пахнет. Прям даже в какой-то мере тёплый и приторный аромат. На холод он не подойдёт. Это кремовый гель. Он прямо и цветом совсем прям как молочный шоколад или кофе с молоком такой вот вид. Даже пена имеет вот такой цвет, когда моешься. Прекрасно пенится, прекрасно промывает, работает отлично. Аромат в ванной после вас ещё целый час стоит почти. Очень приятно пахнет в ванной. У меня вся семья ходит и говорит, ну надо же, прям как будто в шоколаде выкопалось. долго пахнет. Вкусно. Прям очень приятный гель. Нравится. Ещё один гель закончился от Ифраше с ароматом ванильки. Вот такая малышка. Катюшка Минченкова присылала. Я постоянно упоминаю, кто прислал, потому что очень благодарна девчонкам. Они шлют много посылок. И как не сказать спасибо, когда у тебя закончилось то, что ты использовала с огромным удовольствием. Катюш, спасибо. Катя прислала много гелей. Ну вот, в этом месяце такая малышка закончилась. А ты, Проши, все гели прекрасные. Они хорошо пенятся, хорошо промывают и мою кожу не сушат, потому что я всегда пользуюсь кремом для тела. Поэтому мне очень трудно оценить, сушит или нет. Бывает, я специально даже для примера, ну чтобы вам сказать, руки мою и потом кремом не мажу, чтобы вот понять, как, ну хорошо работает. Многие уже знают эти гели от Эфраше. Они вообще в рекламе, мне кажется, не нуждаются. Еще одно мыло закончилось для рук жидкое, ну помимо пены. Зимнее волшебство это от Эйвон. Жидкое мыло с ароматом малины и яблока. Приятный аромат, хорошо промывает. Единственное, что мне не нравится, мне кажется, цена завышена. 250 миллилитров, он более 100 рублей стоит. И мне не понравился цвет. Ощущение, что здесь, нет, цвет мне нравится. Мне не нравится, что этот цвет, очень много в нем красителя. То есть, вот руки моешь, и они прямо красными становятся, и пена даже красная, и вот это все красное смываешь. То есть, выполнено красиво, в бутылке, когда оно красное, смотрится очень красиво, но вот, тем не менее, красителя многовато. Ну, красиво, мыло приятное и промывает хорошо. Дальше, что следующее, думаю, показать, давайте я вам покажу, наверное, скраб. скраб для тела. Это от Эко Лаборатория. У меня таких вообще два скраба. Этот мне прислал Танюшка Хорошева. Спасибо тебе, моя хорошая. Активные ингредиенты, органические масла ши и миндаля, экстракты кумквата, гречишного меда, базилика и пчелиный воск входит. Вы знаете, вот этот скраб, в нем 250 грамм. Вот так вот он выглядит. Он очень хорош. И можно так, если усиленно прям вот руками подцепляешь между ручками и по телу уже прямо руками, не мочалкой, ничем. И можно очень хорошо отскрабировать тело. Даже антицеллюлитный эффект он будет давать, потому что натираешь, знаете, как массаж делаешь. То есть он не ранит кожу, но при этом его очень хорошо можно чувствовать. Понравился. Очень. Единственный минус это его аромат. Аромат, ну, даже можно сказать, очень неприятный. Пахнет. Я долго думала, с чем бы сравнить вот этот вот запах. Ну, всех ближе для меня на мое восприятие как будто передержанными тесто, дрожжевое тесто передержанное, когда оно начинает кислить и очень ярко пахнуть дрожжами. Вот такой аромат. Прямо вот дрожжевого теста. Я сначала подумала, может быть, оно у меня испорченное. Но я вам говорю, у меня два таких. У них очень хорошие строугодности, они прям свежие. И второй я открыла, он пахнет точно так же. Вот таким дрожжевым ароматом. Но аромат не остается, быстро вымылся, прекрасный результат. нравится эффект после этого скраба. То есть я и вторым воспользуюсь с огромным удовольствием. Но если для вас отдушка имеет большое значение, то это не ваш продукт. пахнет неприятно. Дальше. Ну, тогда вот еще я скраб тоже покажу. Еще один, но уже для лица. От Green Mama. Это тоже из Тюмени. От Оленьки ко мне приехал. Она мне много прислала средств от Green Mama. Он такой был, ну, сейчас я вряд ли выдавлю хоть кусок, хоть чуть-чуть. Нет. Ну, в общем, он был розового цвета. И скрабинки были как песочек. При желании вы можете при усилии руки либо пожестче проскрабировать. А если вы легко будете дотрагиваться скрабом, то можно очень-очень даже так нежно проскрабировать лицо. Этим мне он понравился. Не колкие частички, вот этот, как одного размерчика песочек вот этот. И поэтому можно контролировать уже вот именно усилием давления руки на тело, на лицо. Можно самому решить, как проскрабировать. Очень хороший скраб. Аромат у него обычный, приятный, травяной такой. Сюда входит, кстати, уссурийский хмель и кедровый орех. Вот, видимо, так орех выкрашен мелко-мелко. Срок годности в открытом виде всего 6 месяцев. Я уложилась. Дальше, давайте я покажу, чем я пользовалась для тела. Также из тюмени от Оленьки, вот, гринмама, я вам говорила, целая линейка приехала ко мне. Крем для тела укрепляющий был. Морской сад 150 мл. люминария и спирулин. Да, ламинария и спирулина. Это природные кладовые микроэлементов и витаминов. Вы знаете, вот этот крем, он хорош на теле. Единственное, у него аромат аптечный, причем аптечный трав, которые такие конкретно пахнут. Вот, типа, зверобои, там вот ярко выраженный аромат, прямо вот больницы, как бы, можно сказать. Но через 15 минут от вас ничем не пахнет. Я специально им несколько раз наносила, сначала я боялась и наносила только на ноги этот крем, а потом думаю, да, а что я теряю, ну, попахну я немножко ламинарией, спирулином. И начала наносить на все тело. 10 минут, и от вас никакими травами не пахнет, а результат хороший. То есть, быстро он впитывается в кожу, кожа не липкая, никакой пленки не создает, прекрасно себя ведет. Ну и открытым 6 месяцев. Ну, я тоже уложилась. Хороший крем, он мне понравился, но опять же, из-за аромата, если вдруг вам не нравятся природные ароматы, чтобы от вас пахло травкой, ну, такой хорошей травкой, пахучей, то это не ваше. А по действию отличный. Вкусняшка ко мне приехала от Лерочки из Израиля. Это Лалин серия. Это крем Баттер, наверное. Нет, бодик, суфле, боди-суфле для тела. Аромат океан, вы знаете, это такой бесподобный аромат. Это аромат океана, свежести, парфюмерный. То есть, как будто это тут капля парфюма. С огромным удовольствием пользовалась. Тут всего 50, по-моему, миллилитров. Не знаю, куда смотреть. Ну, не больше 50, но мне его хватило на 4 раза. Я не маленькая дама, такая увесистая, но он очень экономно распределялся, действительно, суфле, но суфле густое такое, как крем, и очень-очень экономное. Лера, спасибо тебе огромное, с огромным удовольствием пользовалась. У меня в заначке еще есть средства от Лолин. Я их пока жадничаю, берегу. А, вот еще один шампунь нашла. Это от перхоти для всех типов волос. Этот уже закончился у моего мужа. Он сказал, это лучшее из того, что он пробовал от перхоти. Но мы не пользовались аптечными, но из того, что представляют компании, сетевые от перхоти, это лучшее. Перхоть прошла, маленького количества этого шампуня достаточно для того, чтобы промыть голову. У него очень жирные волосы, кожа головы жирнится. И не надо было ему второй раз намыливать. То есть, одного раза было вполне достаточно. Очень понравился, говорит, перхоть. я сама вижу, перхоть полностью прошла. Отличный шампунь я могу рекомендовать всем, кто страдает перхотью. Нам подошел мужу идеально. Очень доволен остался. Следующее средство тоже от Фаберлик. Это гель для бритья для женщин. Гладкое комфортное бритье с алоэ вера. Понравилось средство. Долго говорить не буду. В нем 100 мл. Оно достаточно густое, гелевое. Надо было совсем немножко, побрить свое где надо. В общем, те места, которые необходимы. Причем оно брило даже тупым лезвием. Хочу показать также вот этот станочек. Этот станок я покупала в Fix Price. Отличные станки. Они были по 50 рублей. И у них шла сменная насадка. Даже когда он затупился, я смогла все равно прекрасно побрить вот этим гелем. прям очень понравился. Так, дезодорант. Дезодорант мне присылала Иринка. У нее ник Ирина Маниньи Еричана. Спасибо, Ириш, огромное. Это отличное средство для защиты от запаха пота. 6 в 1 написано 48 часов защиты. Чем мне понравился этот шариковый дезодорант? Во-первых, то, что тут небольшое колесико, это делает его во-первых, экономным, во-вторых, не такое большое здесь выходит, достаточно, чтобы не были подмышки мокрыми. у Эйвен у них очень большие шарики и даже немножко проведешь и потом стоишь руки во все стороны поднятые, чтобы высохло, очень много средства выходит. Тут много не выходит. Это экономит. И действительно им наносишь с утра и защиты хватает, вот пока не пойдешь мыться вечером. Ни разу не было, чтобы я в течение дня у меня рука потянулась или было желание снова помыться и его еще раз нанести. Защищает отлично. Средство очень хорошее. Для тех, кто любит именно шариковые дезодоранты, обратите внимание, это стоит внимания этот дезодорант. Так, у меня закончился еще вот такой мицеллярный раствор. Давайте поближе покажу, как он называется точнее. Мицеллярная вода для снятия макияжа эффект возрождения 200 мл. Ну, что вы видели, да? Макияж снимает с лица хорошо, макияж с глаз сразу не смоет. То есть можно сделать эффект панды. На глаза смывать не советую. А тональные пудры, все, что есть на лице, он смывает. Я использовала для глаз другое средство, а этим протирала все лицо, смывала все лицо. Присылала мне его тоже, Танюшка Рзаева, тоже подарок. Спасибо тебе, Танюш, огромное, если смотришь. так, давайте кремы для рук покажу. У меня вроде бы тут уже дело к концу наконец-то подходит. Так, первый крем приехал от Оксаны Александровой. Привет, Ксюш, большое спасибо. Это вот такой бананчик. Ну, милота, честно, милота. Рука тянулась, хотелось пользоваться, аромат приятный, банановый. Единственное, чтобы он весь стек вниз, я время от времени прямо со всей дурей хотела сказать, со всей силы стучала по нему, и вот он все стекал-стекал, выдавила до последнего. То есть, даже я его там, ну, он сминается, сминала и додавливала. То есть, тут не осталось ничего. С огромным удовольствием пользовалась. Это такой дневной вариант. Намазал и от мытья рук до мытья рук этой защиты вполне хватало. Очень классный бананчик, с огромным удовольствием пользовалась. Второе средство от Локситан с ароматом ириса. Наверное, вот так надо показывать. Тут 30 мл. Присылала мне Оленька Крюкова. Я вся в подарках. Одни подарки. Хочу Оле сказать огромное спасибо. Ну, все. Конечно, от Локситан я тут выдавила все. Наизнанку вывернула и облизала. Отличный крем. Его надо тоже совсем чуть-чуть, но он пожирнее немножко того и более экономный. Хорошее средство. Я им даже иногда и на ночь пользовалась. И он у меня был как сумочный вариант. То есть, если я куда-то иду, где-то мою руки, то использовала этот крем. И хочу показать еще одну пару. У меня, правда, один закончился из них. От Наташеньки Натальи. Натали Кис. Так называется ее канал. Наталь, привет тебе и огромное спасибо. Она присылала мне вот в таком наборе в коробочке. Тут идет программа ухода за руками день и ночь. Покажу оба, потому что коробку я сейчас выкину. У меня рука сначала не поднялась выкинуть. А сейчас выкину. Тут мне что понравилось. Смотрите, шаг первый, крем-уход для рук бархатной ручки шелковая нежность только в наборе вот здесь написано. Ну, а второй ночной крем для рук бархатной ручки восстанавливающий. Ну, тут даже какой-то купон можно вырезать, да? Ну, ладно, вырезать не будем. Вот так выглядят эти кремы. Ночной у меня почти целый, я его пользую ночью, а вот дневной я использовала днем. Кремов для рук много, потому что руки у меня четыре женских, у меня мама тоже каждый день пользуется обязательно кремом для рук, поэтому у меня количество чуть больше. Тут даже больше мама налегала, пока я на банане, я уже остатки туда пользовала. Чем он мне понравился? Вот, во-первых, вархатные ручки молодцы, они пишут степени. Тут на тройке. Он питает, увлажняет, смягчает и устраняет сухость на троечку. То есть этим кремом хорошо его нанес, он сразу впитался, ручки нежненькие и при этом можно ими уже пользоваться. Они сухие остаются, ну, не пересушенные, я имею ввиду, а то, что вот, если вы с бумагами работаете, можете продолжать. Жирности никакой не оставляет. Этот крем хорош на день для тех, кто работает, для тех, кому нужно просто от сухости, которую дает мыло, как бы смягчить руки. Вот после мыла самое то. Помыл руки, нанес крем. До следующего раза опять помыл руки, снова немножко нанес крема. То есть вот он такой. Если руки проблемные, то нужно искать, конечно, для очень сухой кожи и пятерку брать. Про ночной скажу совсем чуть-чуть. Тут уже степень защиты четверка. И он чуть пожирнее. Поэтому он хорошо действительно на ночь. А если днем им пользоваться тоже можно, то поменьше количества и чуть-чуть совсем подождать надо, чтобы он впитался. Но я его убрала, потому что он не закончился. Он целый. Еще один крем для рук. Называется Волшебный уход. Присылала Оленька Ткачева. Привет тебе, Оля Огромный. Это не буду уже читать, а то у меня целая войнушка с этой компанией. Этот крем называется антивозрастной и преображающий уход. Этот крем хорош с утра, как дневной крем. И у него есть, не знаю, выдавлю я сейчас хотя бы чуть-чуть, но я сейчас попробую. если сил хватит. Вроде хватило. Ну, хватило, но очень мало. В общем, у него есть частицы. А, вот получилось. У него есть частицы. Вот. Видите? С тональным эффектом. И поэтому вроде бы как дневной наносишь, но он дает еще небольшое покрываемую такую тональную особенность и кожа смотрится после него еще красивее. Действительно, вот как он называется волшебный уход, так оно и есть. Если я увижу такую полноразмерную версию, я себе возьму. Поэтому обратите внимание, на лето мне кажется отлично. И крем вроде нанесен, и в то же время кожа стала покрасивее. Вот такое волшебство. Сыворотка сияние день за днем от Avon закончилась для волос. Ее нужно совсем немножко. Я наношу на кончики волос. У меня длина большая, поэтому я от середины и до конца наношу. Чуть-чуть прямо одно-два нажатия между ладошками и на всю длину. Хорошо запечатывает концы. Если они вдруг у вас секутся, то застегиваются они, дальше не рвется волос. И это средство я рекомендую, чтобы пусть даже не от Avon, любое другое, но чтобы для волос такая защита всегда была, которая защищает от сечения кончики волос. Далее наверное покажу мыло. Мариночка Абакарова присылала вот такое мыло облепиха целебные травы. Это мыло хорошо для тех, кто любит мыться мылом. Оно со скрабирующими вкраплениями, с природными травами и аромат облепихи в нем я не чувствовала, но вот моющая способность у него хорошая, то есть очень нравится. Вот у меня муж любит очень пользоваться мылом и хорошо промывает и вот эти вот скрабирующие частички, они и на кусочки красиво смотрятся и работу свою, пусть небольшую, но делают. То есть мыло отличное для тех, кто любит мыться. Далее. Совсем-совсем коротко покажу только из-за того, что меня попросили. Я купила в FixPrice вот такие ватные диски и меня девочки спросили, тут кстати 150 штук, 50 они стоили рублей, и меня девочки спросили рассказать, отличаются ли они вот от этих КТ, которые тоже продаются в FixPrice и только тут 140 штук. Девочки не отличаются ничем. Вот КТ, а эти у меня не закончили. А, вот 55 эти рублей, то есть на 5 рублей дороже и на 10 штук больше. Я хочу сравнить, просто показать. И вот новые. То есть видите, ничем не отличаются, вот у них такие краешки одинаковые, то есть один в один. Получается, если вы хотите КТ, а встретили вот эти ауры, пожалуйста, берите и пользуйтесь с удовольствием, то же самое. Единственное, я хочу чуть-чуть поругать этот прошитый край. Он с одной стороны хорошо, что прошит, а с другой, если подглазь мицелляркой или тоником проводить, ну в общем чем-нибудь, осторожно, вот этот острый край, он бывает, что нечаянно, как бы, знаете, ну не режете, а тыкается в глаз. Ну в общем, больно. У меня раза два такое было, что до слез, так больно ткнула себе. Далее. Ну мы уже это, на финишной. Просто покажу, у меня ребенок обожает бомбочки, и почему показываю их, их можно не показывать, потому что толку как бы мало. я хочу сказать, что вот, например, от кафе красоты, бомбочки, бурлящие шары для ванн, они все разные, то есть один берешь, он отлично бурлит, прямо аж целый вулкан из-под воды идет, а второй вообще ничего не делает, то есть, поэтому судить по одному нельзя, если он у вас ничего не делает, всегда как попадется, то есть, есть и активно работающие, есть пассивно работающие, может быть, они бывают неправильно хранятся и отсыревают, но причем не у вас, а даже в магазинах или на складах. Так, от Оли из Тюмени ко мне приезжала еще вот такая маска, эта маска и смешная, и классная. Классная тем, что она хорошо работает, мне она очень понравилась на лице. Нравится мне в масках то, что не надо их смывать, а просто нужно вбивать. Эту, давайте покажу, эту, надо было ополоснуть водой, но я бывает, знаете, как делаю, не водой ополоскиваю, а термальной потом протираю, и тогда вообще хорошо работает. Увлажняющая маска с лавандой и мелиссией. Неплохой, приятный был аромат и действительно есть увлажнение. Смешная она в своей форме, я вам сейчас ее покажу. Единственное, она у меня испачкалась средствами, которые тут в корзинке лежали. Посмотрите, какая прелесть. В общем, уши вы одеваете вот сюда, и самое смешное, что те части, которые идут на шее, тоже с ушами, то есть вы вот это тоже одеваете на уши. Это такой получается фантомаз. Очень-очень смешно смотритесь. В общем, если вы хотите порадовать семью, если кто-то у вас из членов семьи в плохом настроении, одеваете эту маску и ходите в ней 20 минут. И позитив в семье, и вам польза. Но маска работает хорошо. Вторая маска с улиткой, с муцином, по-моему, улитки она у меня. Так, давайте вот здесь покажу. Ну, это я очень люблю, да, муцин-улитки. Очень люблю такие маски. Так, а это что за номер? Ты куда залез-то? Артист. Пока читаем. У меня тут кот уже ходит. Ну, я думаю, тут видно, можно прочитать, что она делает. Это корейская маска. Я такие очень люблю, пользуюсь с огромным удовольствием. Вообще, то, что идет с улиткой, оно неплохо подтягивает, но как-то, вы знаете, укрепляет кожу лица. Раз в три месяца я использую очищающие полоски для лба, носа или подбородка. Я для носа их использую. Это от Фаберлик. Классная полоска. Единственное, что я делаю, я надрезаю где кончик носа с двух сторон, чтобы друг на дружку находила и приклеивалась по форме носика. Тогда лучше очищение идет. Очищает прекрасно. Единственное, я знаю, ими злоупотреблять нельзя. Особенно у кого на щеках сосудистые сеточки и тонкие сосуды. Потому что вы когда отрываете, в общем, тянется кожа, может страдать. А так нос чистит хорошо, крылья носа прочищает. Но у меня поры только вот на крыльях носа такие широкие и поэтому нуждаются в чистке. Отшири. Две сыворотки. Тоже подарки. Одну прислала Танюшка Хорошева, а вторую Оксана Александрова. Я сразу все это обрезала, выдавила в баночку емкость, показывала вам во влоге, как я это делаю. И с огромным удовольствием с утра их использую под крем дневной. Либо, когда делаешь маски, можно под маски. Но под маски я забываю. Очень нравится. Закончились два аромата. Нравится мне делать ароматы месяца, потому что они активнее стали уходить, тратиться. Когда все стоят, сегодня один, завтра второй, и как-то в итоге большое количество. А благодаря ароматам месяца у меня стали уменьшаться запасы. закончился вот такой дневной аромат, домашний я его называю, с кентесенс, по-моему, да, с маракуйей. Очень приятный аромат. Он, конечно, нестойкий, но у меня не проблема обновить, еще раз на себя нанести и получать огромное-огромное удовольствие. Второй аромат биво лавита. Будет, если скидка или как-то можно будет, если купить большую версию, я его куплю. Очень понравился этот аромат. Он свежий, цветочный, чуть-чуть есть в нем сладости. Я не знаю, есть ли в нем фрукты, я чувствую цветы нежные, приятные такие цветы. Так, что я еще не показала? Наверное, остались у меня два бальзама и все, я вас отпускаю. Первый от Фаберлик. Если интересно, вот в таком номере. он заявлен как бальзам с цветом. Ну да, гидроколор. Смотрите, выскоблила. Что-то я так увлеклась, что я не могла остановиться. Сейчас я его нанесу и покажу вам, какой у него цвет. Цвета у него практически нет. Ну, легкая-легкая розовинка, если уж совсем быть честной. У него есть вкус. Если у вас есть привычка облизывать губы, вам не понравится. Вкус очень неприятный. Аромат, мне нравится его аромат. Я слышала, что девочки говорили, что не нравится. Но вы знаете, если вы этот вкус почувствуете, то вам не будет нравиться и аромат, потому что аромат со вкусом одинаковый. Я губы не облизываю, поэтому я только поэкспериментировала, чтобы рассказать. на четверку для меня этот бальзам. Кто-то его сильно ругает, кто-то средне к нему относится. Я ни разу не слышала, чтобы его кто-то похвалил. Он действительно на четверку, но от приемов пищи до приемов пищи он на губах лежит хорошо, никуда не девается. Я к нему нормально относилась, мне он не мешает, я его не чувствую на губах, а для кого-то он показался как бы пленочкой. В общем, это индивидуально. Вообще, бальзамы от Фаберли крайне редко хвалят. У них от Бьюти Кафе в тубах они вообще как вазелин прямо жирные ложатся. Этот попроще, но в целом на четверку для меня. И последний бальзам от Эос это то, что я выкидываю. Не потому, что я не успела им воспользоваться, я не смогла им пользоваться. При всем при том, что я никогда не облизываю губы, этот бальзам умудряется ко мне в рот залезть своим запахом и вкусом. Неприятный. И я не знаю, как он хранился, я его брала на фармакосметика. Он вкусно пах кокосом месяца два, а потом аромат изменился, и он у меня просто стоял для красоты. Возможно, он уже на складе пролежал столько, что им два месяца и хватило попользоваться. А потом он так порадовал меня на полочке, и теперь я его выкидываю. Купить не куплю, потому что мне то, что вкус лезет в рот, не нравится. Сладкий, приятный был, аромат очень классный, но вот то, что этот вкус без моего согласия мне лезет в рот, это неприятно. Все, вот такие были у меня в этом месяце пустые баночки, будем копить следующие. Надеюсь, со мной было интересно, я была чем-то полезна. Всем спасибо за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok